Насколько конструктивно для СКОДО использование в области технологии, какие здесь есть подводные камни, это безопасность с точки зрения санкционерного доступа, потери информации, например, при остановке обслуживания провайдеров по причине, при остановке обслуживания провайдеров, товаре и так далее. То есть то, что раньше пока локализовано в самом объекте, при использовании обслуживания технологии, ответственность как бы не распределяется. Я имею в виду, конечно, процессы, которые требуют быстрой реакции, то есть все, что связано с безопасностью. Вопросы у меня, какие-то вещи у меня, не для бухгалтерии, наличие на рабочем месте и так далее, у человека, а именно, ну и в стартной ситуации, вот так обрабатывать. Как система контроля доступа, так сказать, готова республику облачную технологию? Ну, в принципе, это продолжение вашего первого вопроса о ровно-досимозгах, где, в каком месте он должен находиться. Соответственно, все, как и уважаемые эксперты, да и все присутствующие, согласились с тем, что он должен находиться характеристикой для системы других, кроме первоочередной изначения и распределение индивидуальных возможностей также должно отвечать этому. Здесь, помимо того, что мы имеем, так скажем, непосредственно некий мозг, максимально приближенный к исполнительному механизму, которому в нашем случае является контролем, нам также есть необходимость организации связи между контроллером. Сейчас она организовывается по значительным делей по компьютерным сетям, через какие-то собственные системные магистрали. И встает вопрос, готовы ли система контроллеродоступа вот эту вот связь, интеллектуальную связь между контроллером, и вступать на уровень каких-то уточных серверов. Здесь этот вопрос все-таки больше связан с тем, что он с разведением улучшенных технологий и вообще не только поднимительных системах контроллеродоступа, но и к общему поведенному делу производства через улучшенные технологии, посчитать неосложные расчеты через гуглевские приложения. Это мы, конечно, все готовы, но хранить данные наших компаний, гуглоборческая отчетность, в последние 5 лет, по-моему, никто из вас не готов. Ну, здесь почти так же отношение к этому и о приведении всех расчетов непосредственно в облаке и оставление внизу только аналогов тонких клиентов, которые используются в обычных системах делопроизводства. Облочные технологии нам могут чем помочь? В большей степени они нам могут помочь в части репликации ПАС для, именно, как я уже сказал, последствий регистрации проходов, то есть составления отчетов, предоставления достаточно длинных и широких возможностей доступа к этим отчетам, соответствующим образом защищенных, соответствующим образом запротокалированных на настоящий момент более-менее, так в принципе, этому соответствую, возможности ознакомления определенного долговец с данным его проходом, то есть составления отчетов на это, но только можно. Составление каких-то реакций системы на действие мы опыта не можем, это мы оставляем на уровне все-таки более-менедливых уровнях. Здесь надо подойти сразу с вопросом, что мы будем обрезать в УСЯ, почему нам отчетов. Потому что модная тенденция, это еще не повод для того, чтобы туда бежать. Я поинтересовался некоторое время назад стоимость услуг облачных, о чем в области далеко не в нашей, в нашей это не развитые и не уверен, что в ближайшее время, что это разорвется, а в области уголки, то же самое, а не в нас. Я скажу, что стоимость, которую я там увидел, она так далеко не к отринчине. Поэтому, если говорить об экономии, то здесь мы не получим практически, наверное, ничего. Если учесть, что уголделия есть абсолютно в любом офисе, а та же самая 1С занимает комбинирующий положительный, то есть если спуститься на нашу ближайшую систему, то варить на сколько, когда система так сработала все будет. У нас просто наиле несколько меньше, чем в целом, в следующем счете. Да и вектории, она у нас, так сказать, несколько побольше, если говорить о количестве участников проекта. Соответственно, экономия мы здесь уже получили. Принципиально, наверное, никак не происходит. Единственное достоинство помощных сервисов – это то, что они должны держать свои компьютерные мощности, они должны держать с админа, которые будут все на них творить, с одной стороны. На другой стороне, без компьютера все равно ни один офис не обходится. А если учесть, что, допустим, до небольшого офиса, за которым может быть это было бы выгодно, СКУД работает в фоновом режиме на любого из компьютеров, даже на секретарском, если вы хотите сэкономить. То есть здесь мы тоже никаких преимуществ не получаем. Ну и следующий момент, очень важный, конечно, это приватность. Да, безусловно, каналы связи хорошо можно защитить, данные для сервера можно хорошо защитить, а с менталитетом мы ничего не владеем. Ни одна серьезная компания своей данной безусловно в облакане не положит. Они потратят деньги на порядок, они поставят свои собственные сервера, резервированные там, двухградные, декадные, сколько нужно. Наймут двух, трех, четырех, пять сис-админов, и всю информацию будут держать только в себя. И вот с этим нам бороться, я думаю, что бесполезно. Так было, так есть и так будет. Что касается доступа информации к отчетам, ну, для этого необязательно нужны облака, на самом деле. Если у вас есть открытая пишет в интернет, то вы спокойно из любой точки мира, со своей спутой получите любые необходимые отчеты. Если этого нет, значит, вы можете сказать, что право этих отчетов по расписанию вам, на электронной почте, если она подкастана в интернете. То есть отчеты – это не оперативная информация, не онлайн-платы, скажем так. Поэтому, если мы даже будем иметь некие задержки, там, минут 9, 5, 10, это не как мы скажем, а результат, которого мы хотим добиться. И в этом плане, конечно, облака нам особенно ничего не дают. Поэтому говорит о том, что они имеют какую-то перспективу, область, дискутер, я бы не знал. Значит, здесь ситуация такая. Значит, уже несколько года три, ну, поскольку, наверное, все знают, что достаточно массово постоянно проводят семинары, при стране, конечно, да, ну вот, мы пытаемся услышать, скажем так, мнение тех клиентов, с которыми мы общаемся. И одно из мнений, это дело в том, что на Западе достаточно, вот эта технология использована, как уже сказали, для небольших офисов, когда обслуживающая организация, вот, считает, даже серверы, фактически выполняют эту функцию и обслуживают своих партнеров, в том числе предоставляя информацию нам об отчетах, в том числе меняют там клиентов, карточки, бизнеса, и так далее, да, вот эта вот система, она на Западе работает. И мы своим партнерам всегда говорим, ребята, вот он бизнес. То есть наши контроли давно это дело позволяют, и, конечно, ты не так себе такой уголок, как представление о нем снимешь, это, наверное, как частное, такое, наслоещее. Вот, мы говорим, ребята, вот, пожалуйста, за все это время в одном городе один клиент на это дело, то, что называется подсел, подвязался, в принципе, значит, насчет реабилитировать бизнес. У него там что-то получается, в общем, довольно неплохо, потому что клиент, когда начинает понимать, как он это делает, то они, в общем-то, идут, потому что они экономят там не только на установке самой системы, потому что там есть определенные скидки, но еще и на обслуживание этой системы, потому что практически я за ними отвечаю, а для них это такое вот все же скидки. Вот, система довольно удобная. С другой стороны, здесь как бы это такое вот одно приложение этих-то таких технологий, второе приложение этих технологий заключается в следующем, что, в принципе, вот, где-то вот месяца два назад, потому что я читал статью, вот, вот, телевизионные облачные системы, про многие, которые сам постоянно, кстати, читали, там было написано, что эти стадии на руках показалось, что использование облачных технологий, если это упирается в России, в основном даже не настолько в цену, используется как раз в квадратных монет, для того, что я не отдам свои данные, которые говорили. То есть, в другой страны, те точно так же, наверное, признали, что вот, например, корпорации, в принципе, «Газпром», типа там, РЖД, этого и всех остальных, они будут создать сейчас на облаках. Более того, это, в принципе, для них абсолютно направлено. И один проект, в котором мы принимали участие, вот, он как раз, одной из задач, которая там сразу стояла, заключалась в том, что у крупной компании, такой, так как раз, как там все страны, мы полагаем, что они могут быть в Москве, и они будут принимать все решения по поводу того, кого пускать, кого пускать, какие там, это самое, какие там начаты строят, какие-то запутанные, сложные системы, но основной, в принципе, они чего боялись? Они боялись того, что с конкретной точки, где-то там, не знаю, у них там какое-то постороннее лицо упадет на какое-то важное место. И поэтому они хотели всю информацию держать у себя, эту информацию туда передавать, постоянно поддерживать, мониторить в том числе. То есть они пытаются не сдавать. Поэтому, мне кажется, вот создание таких частных, корпоративных систем, оно в ближайшее время будет достаточно быстрее, как только с этого бомбатизация нашей компании. Потому что страна у нас огромная, компании у нас есть тоже очень большие, которые вот этим всем делом занимаются. Конечно, они свои данные никогда не отдадут, но свои данные у себя держат, мне кажется, удовольствия будут. И более того, что мы вот... На мой взгляд, это абсолютно оправданно, потому что все-таки мы живем в такой стране, где централизация центральной силы, власть, она очень большая, и люди хорошо к этому относятся. И принимать решения на место зачастую труднее, чем отдать решение кому-нибудь туда на веру. Поэтому использование корпоративных облаков будет применяться, и я думаю, что он... Я, честно говоря, знаю, что он уже использует. Тут же такие системы. Другое дело, что это как бы так не пиарится, потому что это, конечно, заходить на другие информации, но... Но... Вот... Вот так вернусь назад, что отдать свои данные товарищу какому-то там охранной структуре, у которого это дело мониторил, конечно, не отдадут. А вот создать что-то свое в крупной компании и иметь свое, и управлять себя с центра, и я держу все данные, я за ними слежу, я за ними управляю, я им управляю, это я буду дать. Потому что степень доверия, конечно, товарищам на местах очень низкой. Давайте разделять оперативные сети и облачные вычисления. Это далеко не одно из них. Потому что облачные вычисления, какой-то аспект, не взяли, это еще какой-то, это когда независимый провайдер предоставляет услуги, сдавая нам валюту свои серверные мощности, свое программное обеспечение. Если мы говорим о крупных корпорациях, тогда у них могут быть свои датализованные дата-центры, где хранятся, допустим, там единые базы данных и так далее. Но это ни в коем случае нельзя назвать облаками или облочные уточнения. Сколько стоит с облаками, сколько без облаков. Все-таки, на мой взгляд, не стоит забывать, что система контроля и управления доступом это в первую очередь, а то и сохранит безопасность. То есть, есть энтузиасты этого дела, они с удовольствием рассказывают, демонстрируют, постоянно, так сказать, педалируют эту тему. Но когда они говорят, ребят, а как у вас-то вообще? Вы сами свою безопасность как-то сейчас закинули на облаку, вы свой бухгалтер на удаленном сервисе делаете и так далее. Как-то здесь молчок, сразу, они, так сказать, все для клиента, открывают широкую душу, стараются для него садить во все лопатки, так сказать, но себя как-то скромно забывают в этом плане. Такие перспективные вещи и обходят, так сказать, стороной. Это один момент. Второй момент, я говорю, позавчера получаю отчет. Вот, знаете, есть сервис Life Internet, это счетчики, которые находятся на многих сайтах, размещают счетчики посещения. Открывая отчет, внутреннюю статистику, смотрю, там у них извинения, это красно написано, что по вине провайдера, к сожалению, там была, статистика не может быть получена в течение такого-то времени. И, значит, они обещают взять, экстраполировать предыдущие данные на 5% повысить и предоставят данные через какое-то время. Хорошо, это, так сказать, для статистики посещение сайта может быть и не так. А как быть с тем, что информация о том, кто посещал объект или не посещал, и вот информация, которая должна отрабатываться вот сейчас, буквально онлайн, понимаете, или в обслуживании, и я повторю, что, опять же, это лайв-интернет, это как бы довольно опытный игрок на рамке облачных технологий, скажем так, и вдруг новичок, какая-то компания, которая, как бы, увлеклась, захотела использовать подобный сервис. С кого спрашивает? Никто не берет на себя. Да, вот ненталитета, люди боятся у нас, вы говорите, размещать свои данные. Хорошо, докажите, что это не страшно. Кто возьмет на себя ответственность? Кто закручит договор, кто скажет, что я несу материальную ответственность за перерывы обслуживания. Причем, так сказать, цифрами совершенно категоричны. То есть, есть продавцы оборудования, которые говорят, вот это как раз то, что вам нужно. перейти, подключайтесь к государственному сервису, к государственному сервису, и у вас будет счастье. Коллега, правильно сказать, здесь есть два аспекта надежности и защищенности. Значит, куда-то три назад, наверное, вы с вами поднимите изменение, да? То есть, мы взаимодействовали с компанией «Анаджеро-энфлектик», которая, в принципе, тогда планировала начать размещение обзорчного сервиса в России. Причем, предложение было достаточно простое, это не хранение безопасности, хранение информационного дата. То есть, они говорили, давали вот такой большой платный, большой пресс-лист, давали, это стоило очень недорого, там, доллар в месяц, как бы с вами, извиняюсь. Они предлагали информацию о том, что ты, там, тебе дается, выделяется такой бедомен, и ты хранишь это комбат, или еще что-нибудь. Они говорят, что наш сервер расположен там что-то не под землей, со всеми охлаждающими системами, и никто, никто, когда, когда, когда они проникнут, никто никогда ничего не узнает, потому что ваши КГП точно об этом ничего не узнают. Вот. Вы можете там хранить чего угодно. Значит, тем не менее, тем не менее, да, на сегодняшний день я могу четко сказать, что бизнес у них в России не пошел. Вот. То есть, несмотря на то, что вот происходило такое предложение, то есть, все говорят, а-а-а, как и наш губой адекватив, Данин специально делался, но здесь же про нас собственно. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, зайти в контакт, вы там такое про себя говорили, то, в общем-то, вот, скажем так, иногда просто даже удивляешься. Вот. Здесь, мне кажется, ситуация как раз вот такая, как и с идентификацией. Должна, должна пройти поворот мозгу. То есть, когда, в какой-то момент, то есть, как у нас все, в принципе, такие русские люди, такие люди, они как на всякий случай все боятся. Поэтому, и здесь ситуация вот такая, то есть, с одной стороны, все понимают, конечно, что не так удобно, но, с другой стороны, страшновато. Когда, но всегда, как говорят, есть пионеры, там 10%, которые попробуют. покажут, наверное, это возможно, и то, что, правильно, про 1С, там, да, это самое, сейчас неудобно. С другой стороны, ведь каждый мучается, каждое предприятие, большая часть подчеркивает, мучается, с этой системой 1С, с этой системными программистами, с этими настройками, со всем остальным. Почему? Потому что каждый программист имеет в голове, что это такое свое, как-то там, по-своему, эту программу реактует, и, кстати, из-за этого, потом, в предприятии возникают проблемы. И когда у тебя, как бы, до руководителя, то, ему нужно, чтобы он как-то будет идентизован, понятно, и вовремя, и аккуратно. Поэтому, когда он твоих не поймет, что, когда я мне такой сервис предлагаю, да, у меня потери будут минимальны, то есть, они будут не больше того, что у меня заболел мой инженер сервис, да, и в этот момент, как бы, там, ничего, да, вот, когда он поймет, что эти потери будут минимальны, он принят решение о том, что он технологии будет применять. Другое дело, что, скажем так, надо понимать, что это пройдет какое-то время. Новая оценка, вот года три пройдет, вот, у нас, наконец-то, поменяется немножко вот это самосознание, мы начнем верить в то, что перерыва в связи у нас не будет, вот, мы начнем верить в то, что информация, скажем так, вот эта поступающая, она будет надежной, там будет храниться под договором о потенциальности каким-то, да, и этот договор не будет нарушаться в другой момент, хотя вот, вот этот самый, очень тяжело поверить, гадет там, на последние все события, да, собственно, вот, как мы в это дело поверим, у нас начнут развиваться эти технологии, поэтому, в общем-то, да, я не говорю про облачное вычисление, я тебе на это, как бы, вообще, с кем-то, с кем-то, с кем-то, пока не имеет там серьезного отношения, но с точки зрения там, какие-то хранения данных, с точки зрения составления отчетов, с точки зрения применения вообще, вот всей этой идеи, она, мне кажется, очень удобная, и, ну, куда там 20-20? было облачное вычисление наиболее распространенного в программах, в том числе, и 1С, это именно было связано со стоимостными характеристиками, так вот, покупаете за 92 рубля 1С, подключаясь к эксперименту по облачным вычислениям, вы платите меньшую сумму в качестве обменской платы. Для ряда заупрежных систем, уважаемая комитет, прекрасно представляет, которые сейчас на Реченском каким-нибудь некоторым образом пытаются продвигаться от подобного рода, вот, облачные, скажем так, вычисления, хранения даже, не столько вычисления, облачное хранение данных, скажем так. Они, само программное обеспечение, оно имеет весьма высокую стоимость, все здесь присутствующие, уважаемые жители, выпускают программное обеспечение по ценам вполне доступным для текущего рынка на бесплатных, в большинстве своем, использующих серверах, которые не делают острой необходимости от снижения вот этой стомашной характеристики за счет абонентской оплаты. Может быть, может быть, еще здесь во время разных обсуждений, в том числе и на вашем, уважаемом ресурсе, высказывались такие любопытные люди, как использование неких лучших ресурсов в качестве системного обслуживания, карантинно-постарантинно-обслуживания систем. Вот это вопрос отдельного обсуждения, здесь могут получаться, ну, вопрос простейший, что вместо того, что каждый раз открывать удаленный рабочий сток в некоторых объектах, где наши системы согласно стоят, это согласитесь просто, не получается, нереально. Вопрос какого-то хранения информации о инженерной информации в разночищенной области с подтверждением просто туда, опять же, объектного обслуживания. Там, где реакция, скорость реакции не столь велика, не столь важна, подобные вещи, где сложно, могут быть местными и равнодушными. Полностью согласен.